Привет! В одном из предыдущих видео мы уже разбирались с тем, что же такое белый билет и выясняли, что же значат старые записи в военном билете, либо же во временном удостоверении военно обязанного, либо в приписном удостоверении, неважно. В этом же видео мы поговорим о том, что же значат новые записи и какие записи могут быть на сегодняшний день, то есть какие записи сегодня может сделать ВЛК, если же вы пойдете в военкомат. И самое главное, выясним, а что эти записи означают для вас и в том числе с точки зрения выезда мужчин из Украины. Обратимся мы при разрешении этого вопроса, естественно, к законодательству. И вот посмотрите, как вы видите, это сайт Верховной Рады Украины и положение про вейсково-ликорскую экспертизу в Збройных Сылах Украины. Это тот самый приказ 402 от 2008 года, который на сегодняшний день является основным в, скажем так, медицинских вопросах, связанных с мобилизацией. И здесь мы обратимся к пункту 3.8 и посмотрим, а что же может на сегодняшний день, какую запись на сегодняшний день может сделать ВЛК. И вот здесь мы видим, что после окончания медицинского обследования во время мобилизации ВЛК может внести в документы военнообязанного одну из следующих записей. Первая запись. Придатный до вейсковой службы. Думается, что здесь всем прекрасно понятно, что с такой записью, конечно же, вас, скорее всего, призовут. И, естественно, с такой записью человек выехать не может. Вторая запись. Тымчасово непридатный до вейсковой службы с указанием даты повторного осмотра. Вот эта запись уже означает то, что вас сейчас не призывают. Вам дают отсрочку. В зависимости от того, какая здесь будет указана дата, соответственно, и устанавливается период отсрочки, человек с такой записью может выехать. При этом выехать он может при следующих условиях. В идеале такая запись должна быть внесена в один из военно-учетных документов. То есть это военный билет, темчасовое посвящение вейсково-зобовязанного, либо же приписное удостоверение. И плюс к этому у него в идеале должна быть справка от ВЛК, в которой будет записано постановление ВЛК. Там записан будет диагноз и записано вот это решение, что человека вызнали временно непригодным. При этом такая справка должна иметь как исходящий номер, так и печать военкомата. То есть недостаточно на этой справке получить только печать врача. И вот при наличии, при соблюдении двух этих условий, человек может без проблем выехать. И скажем, в моей практике все, у кого были эти два документа с соответствующей отметкой, выезжали с первого раза. У кого был один из этих документов, тоже выезжали, но уже, как правило, со второго, с третьего раза, потому что нужно помотаться по КПП в поисках тех людей, той смены, которая вас пропустит. Идем дальше. Непридатный до військовой службы с выключением с військового облику. Вот эта запись, единственная на сегодняшний день, по сути, которая означает вот тот самый белый билет. Человек, который получил такую запись, не просто имеет право выехать. Человек, получивший такую запись, он перестает быть военно обязанным. Он уже не подлежит воинскому учету, он не обязан соблюдать правила воинского учета. А это значит, что даже если такому человеку кто-то даст повестку, то этот человек уже не обязан являться по повестке. И, естественно, он имеет право выехать. Что ему нужно, чтобы выехать? Следующее. Соответствующая отметка, запись о том, что он непридатный до військовой службы с выключением с облику в военно-учетном документе. И второе. Наличие справки ВЛК, в которой ВЛК записала соответствующее свое решение. И вот при наличии этих двух документов человек абсолютно без проблем выезжает. Единственное, что хочу посоветовать людям, которые выезжают по этим основаниям, если признан непригодным к воинской службе и либо временно непригодным. Рекомендуется ехать им в дневное время, в рабочее время. Почему? Потому что очень часто, особенно если вы едете автотранспортом, то вы столкнетесь с военными, которые захотят проверить подлинность этих документов. Проверяют они их очень просто. Они звонят в военкомат. И если вы поедете ночью, то вы можете столкнуться с ситуацией, когда военные просто вас не пропустят, снимут с автобуса. Для них это абсолютно не проблема. Муки совести их мучать не будут. И сделают это они по одной простой причине. Они не могут проверить подлинность документа. Поэтому лучше ехать в рабочее время. Итак, друзья, мы разобрались с вами, какие же записи может делать ВЛК во время мобилизации. Если вы считаете, что данное видео полезно, то поставьте ему лайк, поделитесь им, подпишитесь на мой канал, и вы будете тогда получать актуальную, свежую информацию по вопросам мобилизации в Украине и военного положения. На этом все. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока!